Скажите, пожалуйста, я, наверное, получше сформулирую, да? А чем отличается вот ваш проект от того, что есть сейчас? Самое главное, что? Он будет действовать. А сейчас не действует? Ну, мы сказали, что в данный момент кураторы, многие кураторы не обладают информацией, которую должны обладать кураторы. А вам откуда это известно? Из личного опыта. Я спрашивал у ребят, очень много людей подтверждали это. Нет, у ребят, у которых есть плохие кураторы, не буду именно называть. Ну и у вас они будут. Просто мне хотелось бы понять, в чем же он все-таки отличается от того, что есть? Потому что та школа кураторов, которая сейчас существует, она подготавливает психологически кураторов. А мы хотим еще им дать знания, которые они могут дать первокурсникам. То есть, например, где находится аудитория, показать им что-то, помочь в учебе. То есть, например, ну как правильно сделать отчет по информатике? Ага, понятно. Хотя ничего не понятно. Скажите мне так, пожалуйста, еще. Вот вы говорите, что проходит как бы обучение кураторов психологами. Все правильно. А потом мы дадим заключительные занятия, там два-три, и уже как бы они будут готовы. А вы на себя берете такое ответственное, что вы более сильные, чем психологи, которые готовят? Ну вообще, вот эти занятия, предполагается, что есть уже достаточно много хороших кураторов, которые не первый год курируют студентов. И желательно вообще связаться с ними и предложить наш проект, чтобы реализовывали это обучение именно они. Ну то есть, чтобы они направили новых кураторов. Абсолютно правильно. Только все-таки сделайте для себя акцент, когда поедете защищать проект, что же у вас лучше, чем здесь. Что вот вы нового приносите в этот проект? Вот этого я у вас не услышала. Мы нового приносим то, что кураторы, они не будут отдельной частью какой-то, какой-то такой структуры, которая не будет связана со студентами. То есть, у меня, например, есть куратор, девушка. Она учится, по-моему, на пятом курсе. И у нее совершенно личная жизнь. Я не могу как бы ее судить и говорить, чтобы она там 24 на 7 была рядом со мной, оберегала меня. Я все-таки, ну, должна быть самостоятельной. Но все же, мы ее видели один раз, 31 августа. Больше мы ее не видели. Наша школа направлена на то, чтобы куратор стал нам другом, чтобы он мог нас сплотить, чтобы он нам помог. У нас большая группа, 30 человек. И нам довольно тяжело. И вот эта школа, она поможет кураторам не только знать вот эту вот информацию в сухом остатке. Мол, студентам нужно рассказать, куда пойти, что сделать, там, сюда сходите, это сдайте. Но еще и стать таким духовным наставником. Светлана Кирилловна, мы дадим кураторам знание того, что нам нужно от них. Светлана Кирилловна, можно я спрошу? Вот смотрите, я являюсь куратором первокурсников. Что должен знать куратор, что он должен показать первокурсникам, кроме, где находится новый корпус, где находится там спортзал, куда идти в том вопросе, куда идти в этом вопросе. То есть вы хотите, чтобы он был ежечасно рядом с первокурсниками, рассказывал им, что с учебой нужно делать, как оформлять отчет по информатике, то есть он должен за них учиться? Нет, суть немного в другом. Как бы показать, где спортзал, это хорошо, там, показать, что такое военмех, сюда заходишь, здесь выходишь, тоже нормально. Но все-таки какая-то информация должна быть. Относительно этого мы уже думали, что вот была такая идея, и такое уже существовало, вроде методички, такая брошюрка, в которой находилась вся необходимая информация о ВУЗе. То есть имена, фамилии, отчества, телефоны, там, деканов, там, какие-то расписания, что-то еще такое. Если бы мы что-то вроде таких методичек распечатали для первокурсников, это было бы полезно. Вы понимаете, что абсолютно все это есть на сайте, в группах? Абсолютно все это говорят преподаватели, и, по сути, методичка, это да, это сбор, но кто ищет, тот уйдет. Первокурсник должен быть самостоятельный. Суть в том, что куча первокурсников сталкивается с тем, что они просто, ну, не могут разобраться вообще во всем. Я сама первокурсница, у меня все в порядке. Отлично, хорошо. Но я ощущаю, что моя группа, она прям теряется в некоторых моментах, и нам приходится как-то подключать старосту, куда-то идти что-то решать. А обратиться за помощью к кому-то взрослому мы не можем, то ли соединяемся, то ли что-то еще. Я понял, спасибо. Только огромные просьбы, давайте у нас студентов будет не куча, а много. Хорошо? Второй вопрос. Вы хотите проводить 2-3 встречи в неделю с 14 до 18. Что делать с учебой? У нас пары, а вы хотите 4 часа 2-3 раза в неделю занимать? Мы сказали, во-первых, что это летнее время, то есть это конец августа, 2-3 занятия, это просто, допустим, вот... Многие кураторы немеланные, как в своих городах своим семьям любимым... В конце августа, я думаю, числа 29-30-го хотя бы уже люди приезжают. Хорошо, я понял. Просто время. Так, стоп, 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 просто время. Мне кажется, что в данной ситуации, конечно, хочется, чтобы был человек, к которому можно прийти и все сказать. Такой человек у вас есть во всем военмехе. Это я. Приходите, говорите, я вам все расскажу, покажу, там попробовать. Ну, а все остальное мне здесь очень понравилось, что действительно, первокурсник должен сам, как цыпленок, из скорлупки, дальше опериться и пойти по коридорам военмеха, заходя в аудиторию, получая знания. Ну, вы таким видите проект, быть ему или не быть, надо решать, надо думать. То есть, пока оставим это на суд, судейство, что, чего, как, зачем и почему. Хорошо? Приятно, когда хочется изменить, но непонятно, когда хочется прийти, до основания все разрушить, а затем мы наш новый мир построим, кто был мучеб, тот станет всем. Это уже интернационал был в 17-м году, сейчас на Украине. Спасибо. Спасибо. Вторая команда. Как-то без вас мы скучали. Так, два микрофона на стойке, стояк один. Здрасте, здрасте. Вы вовремя успели, надо сказать. Второй не нужен микрофон? Николай, хорошо. Доброе утро. У нас... Спасибо. Мы представляем направление социальную активность, и я прошу поднять руки, кто старше первого курса. Вот, ребят, сейчас к вам обращение. Вы, наверное, знаете ту проблему, что у нас в библиотеке зачастую очень много людей. Все всегда забито, и если ты хочешь, допустим, реально прийти поучиться, для чего нужна библиотека, ты просто не можешь найти места. У тебя... Ты слышишь всякий гомон, да? Да, смех людей, просто некоторые студенты приходят туда поесть вместо силовой. Что же мы предлагаем? Мы предлагаем организовать комнату разносторонних увлечений. В чем она заключается? Она заключается в том, что... Она заключается в том, что любой студент может туда прийти и, допустим, во время перерыва, во время... Во время свободной пары, которую, допустим, отменили, или, допустим, у вас в расписании стоит окно, просто там посидеть и пообщаться. У всех же в разное время пары, и не у всех бывают окна. Далее в этом проекте более подробно расскажут мои коллеги. Мы хотели бы обустроить нашу комнату настальными играми, такими как Дженго, Мафия, Элиас, Монополия, Шахматы и многие другие игры. Как все знают, у нас в Эйнмехе есть замечательный фотокружок, в котором делают действительно достойные снимки. И мы хотели бы использовать их работы в качестве, как сказать, дизайна одной из наших стен в помещении. И также использовать это как в качестве фотовыставки. Также мы бы хотели обустроить нашу комнату проектором и экраном и устраивать различные киновечера. Допустим, вечера документального кино. Кроме киновечеров можно было бы составить календарь памятных литературных дат. Естественно, проводить литературные вечера. Например, в ближайший литературный вечер можно было бы посвятить Александру Солженицыну, потому что 30 октября день памяти жертв политических репрессий. Также хотелось бы сказать о том, что будут проводиться различные мероприятия, конкурсы и вечера, посвященные актуальным темам. Например, такие конкурсы на логику, как передача «Что, где, когда», различные телепередачи, переделанные под университетский манер. И мне кажется, что, точнее нашей команде кажется, что этого может студентам более сплотиться и провести время хорошо. Также возможны проведения в этой зоне мастер-классов. То есть, допустим, у нас в пресс-центре, в медиа-центре и в пресс-центре набираются первокурсники, которым нужно проводить, допустим, по тем или иным занятиям мастер-классов. То есть, там, журналистика или фотография. В этой зоне могут проводиться данные занятия. И не нужно будет искать с куратором, где их проводить, и свободную аудиторию или кабинет. Вопросы? Да. Итак, спасибо большое. Пожалуйста, у кого какие возникли вопросы? Пожалуйста. Пожалуйста.